В этом году столица по ценам на жилплощадь впервые обогнала Алматы. Средняя стоимость квадратного метра благоустроенного жилья стоит больше 2000 долларов. Дорожает и аренда. Сейчас в Астане из-за того, что темпы ввода жилья низкие, мы наблюдаем большой дефицит квартир. Поэтому цены растут, и они растут примерно в среднем на 10 тысяч тенге в год. Руслан Унгифук – профессиональный риэлтор, знает всё о недвижимости в Астане. С каждым годом Астана как магнит притягивает казахстанцев и иностранцев. А тут ещё всякие экспо грядут. Чтобы арендовать однокомнатную на левом берегу, вынь да положи тысячи долларов. Я думаю, не менее 30% сдаётся в аренду. А если мы будем брать отдельные какие-то районы, то есть районы, где в основном проживают арендаторы, а не владельцы. Это район дачных массивов в 10 километрах от столицы. Хибары приютили здесь несколько тысяч семей со всех концов страны. Большинство из них снимают комнаты в бараках. Разумеется, никаких тебе дорог и коммуникаций. Единственная колонка на всех. И вода здесь на вес золота. Нартаеву Хайлыбаеву, как он считает, крупно повезло. Отец пятерых детей скитался по съёмным квартирам. А семь лет назад заработал на клочок земли и построил здесь в кредит небольшой домик. Тогда шесть соток здесь стоили 4000 долларов. Сейчас вчетверо дороже. Дороговизна эта абсолютно ничего людям не гарантирует. От государства никакой поддержки, ни грамма помощи. Единственная колонка на весь дачный массив. И то в посёлке. Взрослые дети все по очереди таскаем воду издалека. А из этого дома выселили 13 постояльцев. Девять из них – дети. Двухэтажный дом помешал строительству новых корпусов Назарбаев университета. Судоисполнители под присмотром полиции ночью выкинули имущество семьи Серегбаевых на улицу. Им теперь и вовсе некуда идти. Ты незаконно сидишь, это уже территория Назарбаевского университета. Шахте-Буха. Силиппочтамышэр. В новую нужду Серегбаевы попали из-за госнужды. Сто квадратных метров жилплощади власти оценили в 30 тысяч долларов. На эти деньги невозможно купить даже убогую однокомнатную квартиру. Это государство, такое обращение к нам, я это вообще не пойму. Вроде бы мы выполнили демографические требования. Мы же сами растём своих детей, правильно? Хотим их поставить на ноги, мы ничего не просим. Мы просто хотим себе жилья и всё, больше нам ничего не нужно. Официально в очереди на жильё в Астане стоят 26,5 тысяч человек и больше 100 тысяч за земельными участками. Так на самом деле выглядит картина в столице, которую с лёгкой руки его архитектора любит везде преподносить, как футуристический город.